Я помню тот короткий исторический период, когда еще были дебаты. Дебаты такие полуобщественные, когда одни люди говорили, да вот смотрите, в развитии России один промах, я заменяю слово на приличное, за другим. Одно поражение за другим, на что сторонники того, чье имя мне совсем не хочется произносить вслух, говорили. Но зато он на внешнеполитической арене всех делает. И вот знаете, что я вам хочу сказать? Похоже, они сильно ошибались или вводили в заблуждение всех нас. Потому что Китай, который заявляется как верный союзник Российской Федерации, там, друг и товарищи, все такое, прокатил Российскую Федерацию. Так, проект самолета дальнемагистрального борта CR929, который должен был производиться совместно России и Китаем, стопорился несколько лет. Но стоило китайским партнерам выжить Российскую Федерацию из проекта, как он сразу ожил, получив название уже Комэк Си 929. CR929 это China Russia, а Си 929 это China 929. Оснащаться он будет не российскими двигателями, которые, к слову, еще необходимо проектировать и создавать, а британским Роллс-Ройсом. Между тем, Китай будет собирать, не производить, а собирать, внимание, свои грузовики Ченглонг H7 H7 в России на заводе в Калуге. Ранее этот завод собирал грузовики марки Volvo. Добрый вечер, друзья, с вами снова я, Закарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Описание подскажет, как поддержать мою деятельность. И я помню, еще помню, что по авиапрому, по авиации, по космосу Советский Союз действительно был впереди планеты всей. И тогда, прошу не считать этой рекламой, ни в коем случае на глобусе не только одна буква А была, а было все название советских авиалиний. Теперь все коммерциализировано и пошло по одному месту. А ракеты, которые в таком изобилии производил Советский Союз и раздавал по миру, так и остались неоплачены, потому что наищедрейший к чужим и наискареднейший к своим, ну как к своим, а он, короче, всем долги за границам простил. И поэтому, как бы, первый в истории человечества космический бой прошел практически бесплатно. Так, 30 октября Йемен запустил по Израилю свои ракеты, которые у него были. А у Йемена на вооружении ракеты «Луна-М», «Точка» и «Скад-Би», так его называют за границей. И у нас это ракета Р-17, жидкотопливная, достаточно дальнобойная. Вероятнее всего, ее избил комплекс ПРО Израиля «Стрела». Что ж, а Советский Союз денег от Йемена не получил за эти ракеты, как и Российская Федерация. Обидно, потому что многие граждане СССР трудились на заводах за копейки, травились этим вредным ракетным топливом, становились инвалидами и гибли прежде срока. А вот теперь обратите внимание, новая сделка. Новая сделка «Ченглонг-H7» производится компанией «Донгфенг», Китай. Они везли уже 400 штук, которые планируют продать до конца года, а в 2024 тысячу. Этот грузовик аналог российского КамАЗа. Аналог улучшенный. У него много европейских запчастей, заграничные двигатели. Все заграничное, все санкционненькое. И жрет он меньше вроде бы, и все такое. Хотя по мощности, по объему, по тяге сопоставимые машины. И как вы думаете, и по цене сопоставимые, какие машины будут покупать люди? Отечественные или китайские? Как бы отечественные сборки. Это печально. Это печально, потому что руководство государства должно защищать бизнес своего государства. должно защищать свое предпринимательство, поддерживать своих производителей КамАЗ. Это уникальное предприятие, которое живет и держится на плаву. И вот этот Чинглонг с Донгфенгом сейчас придушивают КамАЗ. Вот фактически что происходит. Добавлю, что во всех нормальных развитых странах, таких как страны Евросоюза, Франция, к примеру, Великобритания, США, вот эти вот, они, их все чиновники ездят только на автомобилях местного своего производства. И если какой-нибудь американский чиновник пересядет на какой-нибудь там немецкий лимузин, ему такой втык сделают, что он больше это кресло занимать не сможет. Понимаете? Вот и все. А у нас с легкостью раздают, распродают. И ужас в том, что этот завод в Калуге, это даже не полноценный завод. Это не производство по лицензии, как когда-то СССР производил Жигули копеечку. Это же Фиат был. Но по лицензии, а дальше сами стали другие модели делать. А китайцы не такие щедрые, как итальянцы. Китайцы доверяют только сборку из поставляемых ими запчастей. Вот что нас ждет унылое будущее. Основная работа, доставка еды, грузчикам, что там еще. И это пока нас не заменят роботы. И в такой вот парадигме омерзительной лжи мы и пребываем. Пока что лишенные будущего. Потому что их главная цель набить карманы по скорой, набить еще раз и еще пока получается. Когда совсем получаться не будет, дать деру. Если получится.